вот это вот я вам показывал так я просто почему еще раз показываю вот это же самое из темиражской академики потому что они вот эту технологию принятую вот еще с тех времен 19 века перешла к ним по наследству как-то усовершенствовать как-то понять что деревьев нету лишних веток они не могут они сделали это с заработком своим почему потому что когда долго расскажешь лекции читаешь до этого можно изобретать все новые лишние ветки это есть их заработок вот это интереснейшее это дело в том что когда это я тоже обнаружил на в этой самой на их сайте да смотрите вот тут вот получается так листья вырабатывают питательные для дерева вещества и обусорвают образование глазков почек на ветвях дерево на котором удалены повреждены листья страдает молодец а плоды его не достигают полного развития по величине красоте и доброкачественности а теперь не обратите сюда это сайт темиражской академии вот лист вырабатывает глюкозу глюкозу глюкоза идет вверх так штамп и корням ну и что ну и что кто будет корни кормить а ведь это написал это на сайте темиражской академии и после этого казалось бы все правильно теории молодцы что дальше на этом сайте написано наибольший а нет сейчас если дерево выкапывается еще с листьями их следует лучше срезать вот это я считаю большой большой ошибкой видите как в теории все правильно корни надо кормить мне больше всего понравилось знаете что ну ладно я то на этом не только знаю не только чувствую не только понимаю скажем так но когда я пришел чернобаеву художнику который ни одной этих самых ну может пару там какие статей прочитал когда-то был модный профессиональный хозяйство вот и нигде об этом никогда не написано первый раз я встретил вот это вот глюкоза идет к корням том числе вот первый раз я встретил вот да еще такой солидном этим самом месте это сайт тиберязвилки которая вот это к сожалению выдает то есть видите она практике она уничтожает то что это и учит всех уничтожать вот так ведь вот а тут чернобаев лёня художник мне так когда я ему говорю ты представляешь говорю они отрежают нижние ветки его фразу вот этого а чем кормить корни он знает как противоречит здесь только по черешками тут получается что это лист надо беречь все 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 а тут раз присадка отрезать почему потому что приводя ткани негодность испаряет влагу ну поливать то можно ну вот я понять не могу да почему меня вот тут влагу не испарила вот почему все нормально ну поливай ты его ну врачу сам пересаживаю не с засошенными корнями вот а тут действительно ведь отрезают чаще все листья только из-за того что корни чернеют вот и все в общем вы поняли даже на соседних страницах вот такое противоречие нам надо с вами иметь свое мнение лист не тронутый отрезайте вот он же еще и это показан выкапывается правильно вот выкапывается с ком земли выкапывается ну отрежьте вот тут эти вот четыре ветки на 3 верхние две но листья не трогайте вот эти листья дают возможность созреваться корням листья отрежете вот это очень плохо все прекращается созревание почек и тут как раз переживал человек за почки видите так Павел Троценко подскажите пожалуйста ну будущее питомниководы у нас про Глевику много говорили еще будем говорить но когда то вами отправлять придется так вот возьмите как то объявление в Иркутске дальше надо еще отправить появились вопросы у Павла Троценко это мой друг мой помощник так вебинар смотрю вопросы вы их отправляете только после первых морозов после того как уснут отправка идет двумя путями первое тем кто приезжает сам и в это время еще они стоят с листьями до морозов далеко вот и верхняя часть саженца отрезается я сто раз показывал так и даже если отправка идет не в горшках лучше в горшках то тут вообще гибель исключена а если без горшков то заматываются мокрые тряпки сверху тряпок никаких садик болтушек это все ерунда вот поверх тряпок политориановые мусульные мешки и в таком виде отправляются так как половина крона как минимум отрезается приживаемость идет легко вот а вы спросили уважаемый Павел про первые морозы вот действительно у нас в Сибири очень удобно что большая часть саженца я теперь Сергей отправляет из Сибири большая часть в Европу а там еще далеко до морозов или как в этом году их вообще не было в Европе вот тем более на юге и вот тогда просто у нас да первые морозы отлетают листья и саженец или они уже совсем отлетели или они на грани то есть даже когда большие вели саженца не сыпятся дороги сыпятся но вот сейчас я его кучу проясню значит это я на всякий а еще листья шмигивать нельзя знаю я сразу все прочитал листья шмигивать значит саженцы за отправлять пока листья сами не опадут ну сейчас посмотрим то же время перед правкой можете отрезать через кройную не можем обязательно половину да тут тоже будет рано рано на торце вот она это рано я еще сам себе пересаживал конечно шансы погубить минимальные вот допустим да просто обратите внимание вот отрезано вот и если быть совсем внимательным по моему вот это вот а нет это это что другое это стол в общем вот тут прекрасно удачно было отрезано так удачно и фактически даже и не видно это надо аккуратно отрезать чуть выше почки наискосок фактически не рано то и нет вот но сам себе сам садик садила поэтому и сам садик у меня результат такой а вот что касается вот этого вопроса да значит рано да но лучше иметь одну рану чем отрезать как там знаете вот это еще по-божески это когда но я вам потом ниже покажу когда человек берет и этот самый как там совет он может взять ножницы чик-чик но листья то много а особенно если это питомник знаете что делают вот показываю и уже рано получается не только черешок торчит искалечено это пол беды а рано прямо возле почки а впереди зима вот поэтому из двух бед выбираем такую лучше одну вот здесь вот имеют на торце рану которая дерево еще и не убьет все таки дерево это не такие уже беззащитные они имеют свой запас прочности теперь так когда садится при покупателю тут есть два варианта погреб или прикоп еще можно высадить но если отправлять садится в октябре уже будет поздно высаживать в октябре еще на это в европейской россии само то приживутся бывает что отдельный случай у меня и в ноябре покупали и бывало так что пока едет поезд несколько случаев про многие знаете из книги и много фотографий много писем опубликовано пока едет тут значит выезжал ладно там заморозки а у нас же малоснежная там раз уже полметра снега матерясь берет снег и раскапывает а зима как правило земля не замерзшая вот берет делает как я учухом который наполовину из снега наполовину из этого из грунта тыкает саженец и ничего и все равно не погибает вот сейчас кое-что уточним в общем отвечаю так вот это вот осенью были накопаны сибирки в тайге которые убить вообще невозможно даже на землю кинешь а весной он еще и живой оказывается а тут прикоп вот это нормальный прикоп вот это вот так прикапывает сергей груши и снял сразу веник прикопал ну естественно что делается еще и это небольшой холм почему самое слабое место корневая щейка а так они получаются когда даже остатки уже осени глубокая но остатки остатки вот этих листьев и то защищают от сырости штамбу самое слабое место и обратите внимание что вот здесь холм гораздо суше чем вот здесь видите чуть ниже уже вот это и делает их почти вечными еще раз говорю груши вместе с абрикосами слабая слабая на сырость об этом наука не знает про абрикосы знает про груши не знает вот и в результате учат их точно так же калечить 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 приезжать крону не имея понятия для чего им нужна крона просто ну не знают ну про фотосинтез что-то слышали ну зная про фотосинтез отрезать половину веток с листьями а еще помните реже то когда листьев нет плодов нет им кажется что это нормально пожиже будет солнце будет проходить они даже не вообще не соображает ничего вот первые учителя то они идут с юга а эти то на север принесли а мозгов то нет чем юг от севера отличается вот пожалуйста вот это вот это я прикапывал персики вот это были сеянцы вот а прикапывал я их перед продажей вот и ну это временный прикоп там на неделю на две поэтому тут особо то и не старался вот это уже старался это мой учебный снимок для будущих энциклопедий это вам не вот эти энциклопедия этих самых так называемых фей вот это настоящий прикоп это яблоки я проверял только на яблоки и на абрикосах значит здесь суши если уж прикапывает только так от мороза защищает правильно вот и весной как можно быстрее раскапывается вот так вот по его выхожу из положения осика А это прямо, смотрите Можно посадить его А окучивать бывает рано Вот, знаете, представим себе Что не было Были мокрый снег Были дожди Снег выпадет, растает Представляете, в обычном прикопе в яме Зимует, допустим, в обычном Почти горизонтальном Априкос или груша Верная смерть А эти об этом не в одном учебнике Априкоп это схема, рисуют все, кому не лень Вот это альтернатива Если же так повезло Посадили перед самой зимой Что ему сделается? Ничего, потому что здесь сухо Ну и защита Это из Крыма получил Сергей Еще одна проблема Будущая питомниководок в том Что вам придется Высылать, и когда вы вышлете А вот не зря про сроки спрашивал Павел Весна, апрель Осень, желательно не выходить в май Осень, октябрь У нас октябрь уже почти зимний месяц У нас уже заморозки У нас идет массовый опад листьев А вот здесь, вот он получил из Крыма Так Вот, они все погибли Это персики Вот, они все погибли даже И уже посадили Это самое Весной А уже Какая зима? Они осенью мертвы были уже Почему? Потому что Надо волю высылать Он заплатил полторы тысячи, кажется Нет, забыл Или две с половиной Ему нужны были веточки Для будущей прививки Он их не получил Деньги выбросил Но он был не дурак Он просто рискнул Он рискнул и прогадал Потому что высыли поздно Вот это еще один момент Вот в таком виде Садить уже поздно Они не могут прокормить Эти листики Которые сразу отваливаются А тем более это персик Даже до зимы не дожили Вот На новом Работа Сергея Которому испалось сегодня 31 год Вот это вот Фотография Чем хороша Я его не заставлял Улыбаться Вот Он просто покупает Первосортный товар Видите Который убить невозможно И все равно Листь Еще раз Я почему фотографию Глупость была бы величайшая Просто Листь Вот эти листья Тррр Как называется Когда тррр Забыл Ходишь Память подводит Слово такое Ну когда вот это Ошмыгивать Да Ошмыгивать Это глупость величайшая Да Калечить А что их калечить Вот так вот отрезал половину Ну ранки Ну приживаемость Тогда будет Даже смотрите Даже земле Перерезанного места Все равно надо резать Это принцип Режем Вот Ну и наконец То что уходит По ссылках Специальные коробки Заказывал На картонной фабрике Вот Делали специальные коробки Для Сергея Вот А вы думаете Как вы платите деньги А Это Он Часть из ваших денег То есть Вам кажется Что это чистый доход Если Сажет Тысячу рублей взял Ага Сейчас Съезди в Абакан Закажи Оплати коробки Вот Закажи грузовик Привези их Вот Найми одному не справиться Помощник Оплатим Ну теперь Будете считать его этим Жлобом Вот так вот А зачем вам За тысячу рублей Покупать Многие Купят По пятьсот Два мертвых Многие даже Вот сколько писем Сотни Даже Даже Не приживается А люди Разницы между Живым и Натвым Не видят Вот там пожалуйста Невольная реклама Я горжусь этим У меня коробки были Полтора раза меньше Вот А вот это выглядит Вот таким вот образом Смотрите Это он отправлял Транспортной компанией Сам Сам Сколотил Ящик Это же Сколько труда И времени надо Капитальный ящик Уложил Сто штук Саженцев Сто штук Закрыл Отправил в Питер Судьбу До сих пор не знаю А на следующий год Питер еще сотню Ирископ там заказал Питер Значит были живы Но сам принцип Вот он Обратите внимание К сожалению Приходится выкапать Когда Где-то листья Витя опали Где-то они Вот-вот опадут Уже Жухнут Уже Буквально сыпятся А некоторые Вот даже зеленые То есть Все тут попозже Так вот Он С сырыми Корнями С сырыми Подчеркиваю Да Но не гниющими А просто как бы С сырыми Вот Продолжает Лист Развиваться Ну как разоваться Медленно жухнут И когда он все-таки Отвалится Раны не будет Это во мне Ашмигивание Вот Так Павел Я практически На все вопросы Ответил Ну и все Это уже Горькая фотография Так Ой Какие Саженцы Переростки Сильнее еще Калечить надо А разве Хорошо ли это Что годом раньше Не купили А вот рынок У нас был Это один из наших Местных авторитетов Очень уважает Но у него Безвыходное положение Берут очень плохо Саженцы Вот это был праздник Называется Яблоневый спас Выкопал рано Вы знаете Он по моему В августе что ли Выкопал рано И люди приходят Послушать там Концерт Проходят мимо Практически Не покупают И он Вынужден Так как они Просто пожухнут Обратно Как куда Прикоп Рано Продать А у него Лися махом Жухнут Вот он Вынужден По крайней мере Честный человек Он их действительно Чик-чик-чик-чик-чик Он не аж Выдевал А эти Смотрите Фильм то я видел Двухметровый саженец Вот Причем Однолетний Там Все вот так вот Яблоня И вот так Два метра И учат А дальше садится Все два метра Вот Я не считаю Что он правильно Делает Лучше бы Это Но если он Отрежет У него никто Не купит А если Листья оставят Чтоб отрезать Потом После продажи А листья Сжухнут За день За два За три Все Потом Товарный вид Теряет А это Верхняя часть Персика Который Сергей Продавал Я просто Сфотографировал Шел мимо Видите Вот А то что Осталось Это как раз Ту посылку Идет Там еще корни Много места Занимает Это персики Продают Ну насчет Гибели Значит До Раны Ранками Когда отрезаешь Это До Пересад До Сентября Выкопка Пересадка Манжерских Абрикосов Как показывал Еще раз покажу С листьями Видите Ну листья Вот они Усыпаны Землю Усыпана Земля Они продолжают Сыпаться И Все еще Как бы Дозревают Но все таки Пересадка Только выкопал Посадил Выкопал Посадил Листья Дозревают И становятся Вот такими Вот Видите Вот так Вот Теперь уже Все Они готовы К земле И ни одного Случа Гибели Ни одного Случа Гибели Ни одного Случа Гибели Это говорит О том Что Эта Пересадка Может быть Не то Что Безболезненно Какое дерево Любит И все равно Эта пересадка Безопасна И вот Это вот Все Приходит Живыми Живыми Вот так Вот Даже Через Пол страны Вернее Через Пол планеты В общем Павел Вы у меня 20 минут Отняли Вашим вопросом Вот А вот Они феи Не к ночи Вышь уже Ночи Приснится Они берут Вот это все В этом фильме И все Все Это наверное Пол сотни А может быть И сотни Веток отрезов Она почему-то считает Что они лишние А они правда Не плодоносят А раз не плодоносят Надо их отрезать Надо делать ран А в сумме Раны Площадь Занимают Они же делают Раны на кольцо Они всегда Довольно крупные Как монеты Вот Их огромное количество 50-100 На вот эту руку Режет Вот так Вот это вот А вторая берет Вот смотрите То есть Ну что Такое Ну хорошо Кандидат Наук По иностранным Языкам Куда ты лезешь Ой Вот Беларуси Это вот Энциклопедия Раньше Энциклопедию Писал коллектив Как минимум Доктору наук Согласны Сейчас Энциклопедию Написала Дама Которая Получила Кандидатскую За За то что Она с одного Языка На другой Переводила Что такое Ну то есть Она не садовод А так как Мата много не надо Посмотрите Видите листья Павшие Ночь и осень Вот Видите побелка Причем Настолько густая Что дерево Полностью не дышит Из них Потом вот такие Получаются Коллеки Они же Вот это не просто Зеленое Полностью Покрыты Мхом Запоминайте Любой дерево Покрытым Мхом Это инвалид Последней степени Это Даже молодого дерева Это как бы Переход в глубокую старость Болезнь дичайшую Вот Они У них тут всегда Флаконы То моют дерево В общем Дурю маются Но вначале Искоряются А потом пытаются Спасти А вот здесь вот Все это переходит Энциклопедию Какое она имела Право Энциклопедию писать Вот Ладно Даже вот Павел Человек продвинутый Да Но тем не менее Вопрос-то по существу Тут и взрыв воды В клетках Это же наверняка Не ваше Это Термин Не вы придумали Вот Но дело в том Что у меня По Белке Не было срода Да И морозомоин Хватает Я же не спорю Вопрос Что лучше Что хуже Вот это вот Получается Что до вытянутой руку Каждый должен Вот это все Красить каждый год Представляете Причем красить Осенью Заметьте Когда нет Никаких этих самых Морозобоин Еще Пока мы не подозреваем Солнце В этих В ожогах солнечных Потом всю зиму Они Мерзнут Сейчас докажу Мерзнут Только чтобы Весной спасти Ну а зачем Их спасать Вы же их Все равно Изувечили Помните Я смеялся Несколько Страшных Ран Размером Вот такие Допустим Тут же Напили Таких ран Прямо Страшных Вот таких Вот таких И После этого Начинают Их Берить Чтоб не было Морозобоин А вот это Рано Это что Я уже не знаю Кому я объясняю До них Это не дойдет Ну а пару Фильмов Злых Сделал Вот таких Отправил им И Кстати Уже сколько Времени Не суются В сад Ну там Петрушку Что-то Кухни варят Кто это смотрит Непонятно Но в сад Пока не суются Может все таки Дошло Тогда это Моя заслуга Не зря живу И вот смотрите Это энциклопедия По белкам Вот А вот это Все что Вся энциклопедия Передрана Один к одному Из этих Помните Так же С 18-19 век Пошло Принцип тот же А теперь смотрите Что на самом деле Происходит Это дерево Не побелено Оно маленькое Я для вас Специально эту тему Подготовил Она важнейшая Важнейшая Я должен сказать Прежде чем Помереть Или там Уйти от дел Вот Очень тоненький Побег Да Очень тоненький Саженец Видите Он почти не защищен Слегом И вдруг Почему-то Если Палку Вбиваем В землю Да Получается Переход От земли К воздуху Это и есть Корневая шейка Ну Можно ли мы назвать Палка сухая Бывшее дерево Можно ли мы назвать Корневой шейкой Вот Скажите По идее Я раньше как считал Вот возьмем здесь Я считал так Дерево Теплое От природы Умирает Она Почему Даже И не может Замерзнуть Потому что Она сухая Чего Мерзнуть Слово Мерзнуть От слова Как бы Что подразумевается Что влага Замерзает Так же А она уже сухая То есть Здесь допустим Исыхание А вот Перед нами Дерево Которое Еще живое Слава Богу Вот Я считал Что у них За счет Пусть медленных Процессов Все таки Какие то Проценты Градуса Какие то Доли градуса Она дает Из-за этого Появляется Такой штамп И так я думал Почти до 70 лет Вот А в этом году Так сложилось Что Ну как Сделал серию снимков Смотрим внимательно Теперь мы с вами Выходим на новый уровень Итак Мне нужны были Козыри Чтобы не били деревья Потому что Не лежит душа Я вам еще до этого Рассказывал Просто говорю Побеленное дерево В Северной Руси Сибири Урале Дальнем Востоке Начинает мерзнуть Мерзнуть зимой Заметьте Морзобой На весной появляется Я повторяю Я же не вру Что оно просто Ему холодно Потому что Солнечные лучи Отскакивают Так нет Я говорю Я против побелки А теперь у меня На 70-м году жизни Появился Дополитный козырь Смотрите Я то думал Что вот эта вот Ямка Которая спасает Корневую шейку Основание штаба Самое слабое Спасает Сейчас я целую серию Покажу Ямка Ямка И палка Ямка Ямка Если дерево Нагревается Как я думал Я сам себя Не опровергаю Я дополняю Палка нагрелась Она тоже Темного цвета И Здесь смотрим Так Здесь смотрим Аж до земли Вытаило Вы думаете Тут снега мало Это только кажется Все деревья Посажены на холмы Метр отходим И тут уже 30 сантиметров Снега А это холм Чего ты уже Лизало Абрикосы Не гибнут Они не должны гибнуть Чем гибнуть У них Калифория сухая Это самое главное А сами абрикосы Вот прививка Культурный абрикос Выдерживает 40 градусов Смотрите внимательно Еще более Крупный абрикос Еще больше Тепла Принимает И излучает Тоже За счет массы И теперь Смотрите Как вытаило Это ж не я делал Это ж не я Отгарнивал А на самой земле Еще не все Внимание А вот это По-моему Павел Если не Павел Благодарю того Кто мне прислал Это снимок Ну что-то Ничего живого нет Это какая-то Колода Да еще на кирпичах Как она вытаила За счет того Что лучи Нагрели ее А она нагрела землю Так нет Ну в общем Идея такая Короче Я не вижу Никакой пользы От беления А то что в нашей стране Помните Как этот Капица Профессор Написал В прошлом вебинаре Я цитировал его Вот В 2009 году Написал Что страна идиотов Ну разве можно Вот так вот Всей страной Белить дикоросы А я показывал Как это Город Прокопьевский Что и в лесу начали Не белить Красить Да что Бросовый цвет Синий Бросовый Вот Надо же деньги отмыть Вот По всей стране Начинается Это побелка Да еще весной А уже смысл-то нет Эти хоть Сумным винов говорят Осенью Пусть зимой Они же знают Что дерево Из-за белого цвета Не дышит Раз Замерзает Потому что Тепла Не питает тепло Вот И не спасают Они эти деревья Эта побелка По железу Вот Так нет же А дикоросы Это когда Ну В 22 апреля Помните День рождения Ленина Вот 1 мая Побелят деревья Кажется Что они красивее станут Уже не берут Уже красят Потому что Побелка Понятно Там Извесь Там Намешают Чего-нибудь Там Вот Гошуна Извесь А тут Специальная Побелка Это же индустрия Работает Раз Дураки Красят Почему бы Им не подсунуть Чтобы На них еще и заработать А умные Побелку Специально Придумали Уже Не побелка А особая Побелка А И реклама Кругом А по стране Их миллионы Миллиарды Деряют И все Побелены И деньги Это казалось Мелость Последствия Там С основными Проблемами России Но с таких То и складывается Все это С наши Деньги Дерутся На этот Самый Белят Каждый Эти Дворники Мы же Оплачиваем За дурь Ладно Вот теперь Смотрите Когда вы Убедились Это снова Фильм И вот Он стоит Прива жизни Вот Вот это Вот вы видите И там Специально сказано Что не все Хорошо Что деревья Все таки Гибнут Ну Понимаете Мы немножко Прошлись По этому По той Агротехнике Вот И еще Напоследок Вот посмотрите Вот мертвое Дерево Специально Это в фильме Отражено И Спаска Это Спаска Которая Это не просто Спаска Это во мне Этим Не лусеником Прошлись И не бараной Это плугом Прошлись Вот Что думаете Не это самое Не гибнут И где находятся Корни Никто не знает Паерсы Корни Под паерсы Все находятся Плуг их Цепляет И тут же Жалуются Все таки Да Проблема Есть Деревья Гибнут Да А на хрена Было Дерн Этот уничтожать Дерн Всем помешало Вот это вот Традиция Пошла Вот если садыки Тогда С дерном А культурный Надо уничтожить Зачем В общем Вы поняли Что Я потом К тем выводам К которому Пришел Мичурин Начал относиться Осторожно Когда я понял Что Вот Только увидев Фирм Я понял Что агротехника Та стандартная Та с которой Я воюю Уже скоро 20 лет Вот Это еще Мичурин Тут же показали Как проводится Прив Посмотрите На какой высоте Ведряется Та почка А посмотрите Какая страшная Рана Будет Когда Почка Вживется А это надо Будет Отрезать Видите Это Это же фильм Все Про него Вот Это вся Агротехника Которую Я терпеть Не могу Ну и вот Наконец Все таки Собирают Урожай Все таки Большие деревья Попадаются Не все же Плохо Видите В саду Вот Ну а яблони Проще всего Они самые надежные Я бы не сказал Что там Мичуринские Все благополучие Вот Что я имею ввиду Черешню Персики Абрикосы Что там уж так Все замечательно Вот Эта Агротехника На таком виде Осталась Ну а есть Такое дерево Специально Сел Что да Особенно Яблони Они Вот Это значит Что Следующий шаг За Мичуриным Был сделан Перешли на Карлики Опять же Не к ночи Ну Про карлики Расскор Как говорили Господи Боже мой Лучше Такие были Наверное Это Учитывая Размер Дерево На Мичурин Все таки Работал Сенцами А потом Прививал Вот Эта фотография Опять реклама Влезла В мой Этот самый Ящик Вот Опять вы видите Мою фотографию Это в который раз Уже Уже Количество Бесчетное Я уже Мог бы Предъявить счет И миллионером Стать 150 или 200 Питомников Видите Штамп отрезан Вертикальная ветка Сверху Вниз И какая-то Ни колонна Фотография Моя Я показывал Они как сделали Вот Знаю Что люди У нас Верят всему Вот они Взяли Нарисовали Заметьте Такой же Сажениц Так Я не говорю Что с моей фотографией Срисовывали Вот такой же Примерно Вот И Или взяли Вот эту верхнюю часть А перерисовали Снизу Заметьте Это ветка вертикали Это моя Мы проходили Это Здесь штамп Который Она свисает Сверху вниз А они Пририсовали Снизу Вот этот Самый Как он называется Штампик Причем Размером Скородаж И вот это Ведро Груш Да Это килограмм Десять Да Тут получается Нет Груши Даже если Ну килограмм Восемь Пять Оно должно Было рухнуть В эту секунду Оно не рухнет Только потому что Она нарисована Вот Поняли к чему А вот это Настоящее Можно выдать За колонну Нет Видите У меня Я один раз Как-то У меня таких фотографий Сотни или две Которые можно выдать За колонну Некоторые выдают Но еще не все Даже обидно Вот И вот когда Я взял Когда настроение Было плохое А я вспомнил Эту Я эти стихи Когда-то обожал Я набрал Окончен Бал погасит свечи И тут же выскочил Вот целиком И только сердце Что-то ждет Быть может Час заветной встречи А может Знает Наперед С ожидания Напрасны Расставил Пышные Звонки Бал И все герои Так прекрасны И звук Последний Отзвучал И чего я жду Какой заветной встречи Я сам уже не знаю С чего я надеюсь Так Ученик Привезайди Учителя Я Это по идее Так должно быть Вот Я опять возвращаюсь К этому Снимку Почему Потому что Когда вы Вырастите Деревья Я Это как У меня же было Такое не раз Допустим Человек Растит Мой сажен Несколько лет Он умирает Все это Вранье Значит Человек Также Любит Резать Каждый год Он говорит Сажен был Неполноценный Вы не продали Он у меня там Через два года Через три Через пять Погиб Начинаешь разбираться И выясняется Да Каждый год Режет Вот А как садил Да вот Да я вам не поверил Ну посадил Ну что Посадил как все Но почему Он все равно должен жить Бывали Тяжелые разговоры Я тогда Подумал так Вот опять эти два снимка Почему Я объяснял Я долго думал Я думал Мучительно Это Я ночами не спал Почему Они калечат Деревья Они же Настолько тупые Вот это Херсонец Да Он наверное Опытный садовод А я потом Только собрал Господи Он проводит Мастер-класс И вот эти все люди Заплатили ему деньги Посмотрите на эти Мелые рожи Видите Посмотрите Внимательно смотрите Вы еще фильм не видели Вот А ему нужно А это полчаса Фильм Да А ему нужно заработать Эти Сребреники Или какие там Гривны И вот он Тема обрезка И вот он Отрезал одну ветку Минуту проговорил Чем она ему не понравилась Минуту вторая Минута третья Через 20 минут 20 веток Отрезаны Через 25 минут 25 веток Отрезаны И вот он стоит Возле Савинца Честно отработал Да Срезать нечего Ну и тут ему Вдруг женщина Вот это вот Показала Что-то ветки Еще неотрезаны И вот Еще вот Это отрезает Уже Все Уже ничего нет Зато Честно отработано И вы представляете А почему я написал ученик превзойти учителя? Это фраза, ну так сказать, знаете, распространённая. Это как, все знают её, летучее выражение. И что они должны делать? Как они могут его превзойти? Отрезать эту последнюю ветку? Что там осталось? Где-то снизу торчит ещё одна. Ведь им же вернуться в свои сады. Они-то шли. Они же не знали, что он их научит убивать. Это не годится даже для Украины. Там до Крыма 200 километров. И я туда понял. А их же много. Помните Поливкину миллион двести просмотров? Уже поди полтора. Вот её смотрят, меня нет. А она же надёргала этих всё. Полфильма загусяла, а полфильма их же делала десятки, а в конце концов сотни ран. Ну, словами делала. Учил, учил, учил. А если бы этого не надо делать? А в конце ставьте лайки. Вот так вот. И я ещё специально идут раз, а у меня всё так обязательно. Я специально не ищу. Идут раз, смотрю Веснодар, смотрю рекламу. Опять вылезла на первые места. Ну, Ядекс там, знаете. Вот. Это я видел эту фотографию. Это же Фаина. И никакая не надежда. А доказательства? Можно сказать, да похоже. А вот эта линейка чья? Владельцы Веснодара. Смотрите мне в глаза. Чья эта линейка? Вы почему, живя на Украине, не могли вывестить ни одного дерева с абрикосами? А что, я не знаю, что вы с Польши привозите? А Польша с этого. С Италии. И накрутка, накрутка, накрутка. Ну, если уже Украина перешла на сибирские фотографии, значит, всё, ребят, приехали. Вот. А кто виноват? А вот такие специалисты. Я-то ещё пытался не показывать его физиономию. Но страна должна знать свои герои. Меня приглашали в Киев официально. Это 2014 год тот самый, Майдан. Меня приглашали читать лекцию. Меня в Киев, Железово, Сибиряка. А сейчас вот погода идёт вот такие. Заработать-то надо. Надо говорить, говорить, говорить. И резать, 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 резать. Всё! Заработал. А потом берёт. Но это не он, конечно. А где взять фотографии? Где взять дерево, чтобы продать саженцы перекупные? Вот и всё. Вот такая горькая правда. А это опять я вам когда-то показывал, а может быть и не показывал в первых вебинарах. Обрежьте, сломанно, слишком длинные ветки корни. Ну тебе что мешать? Чем тебе корень мешает, который целенький попался? Бывает такой. Выкопайшон целый. А вот это вот с той книги, и это Южная технология. Она один к одному перешла к нам. А эту фотографию мне кто-то прислал из вас. Это дерево, символ, я его тоже называю. Это дерево, наверное, оно отражает как бы здорово на женщину похоже. Да, прямо не по себе же это. Может быть, и прислали мне же эту фотографию. Это символ искалеченного дерева. Вот один. Вот второй. Я вам уже просто показываю. Вот этот самый метр. Метр, потом снова. Всё, тут было веток, допустим, 8. Оставили 2, 3. И вот идиотизм был. И ведь это настоящий учёный считается. Вот с этого. Вот, пожалуйста. Это что, я рисовал, что ли? И уже, видите, как, уже было рано. Уже отрастает вот это. Я ещё, это самое. Ладно, мы ещё обрезку выбрали. Во, вот эта ветка кормит корни. Вот она, видите. Чем она тебе мешает? Ну, растёт, она небольшая, она места не занимает. Что, воды жалко полить? Или ты, потому что сэкономишь на поливе воды? А все эти обрезки, когда отрезки, они начнут гнить. Вот эти вот сучки начнут гнить, 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 гнить. Она пытается спасти. Сучок выбрал. Вот, вот выбросил ветку. Всё наоборот. Ну, это я уже случайно перенёс, не стёр. Слива венгерка на абрикосе. Нет, слива на сливе. Слива на абрикосе, да. Дальше я не знаю, ребята. Вот сейчас наше время истекает, да, до сегодня. Я вот этого не знаю. Что будет, если вот сейчас, а, это самое. Вот эта фотография, да, они сделаны в саду у Чернобаева. Помните, я возмущался, он испортил сорта. Да, взял на абрикос, да ещё на культурный. Вот. Морозостойкость будет, не будет, у него место идеальное для... Вот такое бывает микроклимат. Город греет, рядом девятиэтажка, а с другой стороны незамерзающий висей. Ну, ворачивай всё, что угодно. Вот переделанный сорт, ладно. Так уж вышло. Слаще стал, крупнее стал. То, что я назвал некой. Вот, крупнее стал. Вот. Ну, я горжусь, я саптор, да. Ветка-то из моего сада, вот это вот. И вот я саптор, вот, горжусь. А дальше что-то? Возьмём ветку. Вот такие вот или такие? Не знаю, я только до этого дошёл, и то благодаря Чернобаеву. До этой грани, всё. Я два раза с Украины привозил, замерзали, не хотели расти венгерке. Так. А косточку взять? Она такая будет или такая? А у нас есть ещё жёлтая, которая вообще уникальная вещь. Сергей всё, который год собирается ветку срезать. И несколько привёк сделать. Потому что не бывает именно таких венгерок жёлтых. А рядом росло жёлтое, это, жёлтое самое, господи, жёлтое хапты. И она взяла, покрасила жёлтый цвет. Перенесём, сохранится жёлтый цвет. Значит, есть венгерки нагибляться. А рук не хватает. А Серёга сейчас будет магазин строить, ему не до этого. Вот. А у меня пальцы опухли, не сгибается кулак, который на в первую очередь держится. Вот и приехали. А я всё думаю, а вот раздастся звонок. И заберут, и Елену Савинич, и Сергею, и Матвееву. И они возьмут такой сад от Грохова. Ведь через пять лет на моём материале получить новый сот, но уже не так, что один сорта броняется, одна штука. А сразу несколько тысяч. Причём все они будут живы до единого. Вот, пожалуйста. Как получилось? Прекрасно получилось. Вишнёвую ветку привили в Калининграде, черешню получили. А у меня витекинги люди там нет. А веточка моя называлась вишня с генами черешни. Вот так вот, ребята. А её нет. И никому не надо. То есть она на самом деле есть, и никому не надо. Это я показывал. Самый крупный из моих мажорцев сыновей. Вот, а теперь я показываю свои рекорды этого года. Академик. Это королевский из сада. Сейчас буду заканчивать. Из сада Латинкова. Пока он его закреплял, закреплял, получил совершенно другую форму. С моего королевского. Ну, чё, думаете, я на него обиделся, что он испортил мою королевскую? А он считает, что это истинная форма. Это у меня он и скажет. Но он вернул его обратно. Ну, и хорошо. Ну, а сапога. Здорово. Вот. А это. Помните, я говорил про эти самые. Чёрт его я взял, этот самый. Что, как-то, пудрый, господи, как-то. Крупноплодный железо. Это Байо, который в фотографии делал этот самый. В своём саду. Чёрнобаев. Вот. А это Байо уже это. С моего сада, который у соседей плодоносит. Правда, весь урожай был один плод, поэтому такой получился. Сверх крупноплодный. Никогда не скрываю. Позди Филиппева. Вот. Догоняет уже академика. Я сам не ожидал. 110 грамм. А вот это вот. Позди Филиппева. Который у меня. А вот это у Чернобаева. Он ещё крупнее. Вот. Ещё раз говорю. Каждое следующее поколение. Посмотрите на этот гигант. Здесь уже грамм 120-130. Вот так. То есть, ещё не предел. Только этим заниматься некому. Вы что думаете, что следующее поколение выращивает Чернобаев? Да ничего не выращивает. Что есть, то есть. Так и останется. Вот. Ну, это 400-граммовые груши. Вот. Были за 500 грамм. Но пока это самое. Пока у меня фотоаппарат не работал. Тех уже нету. Вот. Я вам показывал фильм вместе с ними. Значит. Продолжение следует...